Добрый день! Тема сегодняшнего вебинара – предварительная настройка системы в части по системе сервиса настройка. Данная по системе содержит объекты, отвечающие за работу процесса перевозки груза, учеты собственных транспортных средств и их настройку. Настройки планирования являются одним из фундаментальных предварительных настроек системы. Возможности системы в части организации процессов перевозки, настройки правил формирования и автоматического согласования документов, связанных с планированием и исполнением перевозки, описываются в справочнике вида перевозок. Вид перевозки является основным признаком грузоперевозки, который определяет метод и правила работы с заявкой на перевозку груза, а также правила формирования заданий на перевозку и рейсов. Для каждого вида перевозки необходимо указывать наименование вида перевозки, укажем «Доставка в регионы» и отобразим параметр «Информация о грузовых местах вводится в заявку на перевозку». В системе предусмотрено 4 способа ввода информации о грузовых местах. Это не вводится. Данный способ ввода информации предоставляет возможность работы с заявкой как с единым грузом, то есть информация о самих грузовых местах не вводится. Вводится в заявке на перевозку. В данном случае информация о грузе вводится сразу в заявку на перевозку груза с возможностью детализации до грузовых мест. Для каждого грузового места можно также указывать различные точки погрузки или разгрузки. Вводится в задание до планирования рейса. Информация о грузе ведется в разрезе грузовых мест, что позволяет планировать несколько рейсов в рамках одного задания. И также вводится в задание до начала выполнения рейса. В данном случае планирование рейса ведется по заявке в целом, но информацию о грузе возможно вводить в момент формирования рейса. Настройки заявки на перевозку груза используются для определения правил формирования заявок на перевозку груза. В случае, если в системе необходимо согласование заявки на перевозку груза, то необходимо установить флаг перед соответствующим параметром. Требуется согласование заявки на перевозку груза. Таким образом, заявка должна пройти процесс согласования внутри компании. Также возможно установить флаг напротив поля автоматически передавать согласованные заявки к исполнению. Для того, чтобы дать возможность для каждого грузового места указывать различные точки погрузки или разгрузки заявки на перевозку груза, необходимо проставить следующие флаги. Это возможно указание различных точек погрузки в заявке и также возможно указание различных точек разгрузки в заявке. Параметр «Используются в мультимодальной перевозке» указывает на возможность применения различных цепей поставок в рамках одной заявки на перевозку. Также, если необходимо запретить перевод заявки к выполнению без рассчитанных плаванных доходов, необходимо проставить данный параметр. Таким образом, система будет контролировать расчет плановых доходов. Параметр «Контролировать попадание во временные окна при передаче заявки к выполнению» позволяет при переводе заявки проверять попадание во временные окна адреса получения с учетом времени в пути, указанного в схеме мультимодальной перевозки или рассчитанного на данные маршрутизатора. В случае, если в системе необходимо учитывать инкассацию или другие инкассируемые ценности, то при установке соответствующего параметра также необходимо будет указать, будет ли инкассация учитываться в целом по заявке или как отдельное грузовое место. В табличной части список статей доходов по умолчанию возможно указать те статьи доходов, которые будут автоматически подгружаться в заявку на перевозку груза при помощи кнопки «Заполнить типовыми» на закладке «Плановые доходы». Настройка задания устанавливается в флаг в случае, если необходимо запретить создание задания на перевозку груза без соответствующей заявки. Правила формирования и исполнения рейса для вида перевозки устанавливаются на закладке «Настройка рейса». Первоначально указывается вариант формирования маршрута. Он может быть как полный, так и самовывоз. В случае, если необходимо автоматически передавать рейс к планированию транспортного средства, то есть статус рейса «Новый» пропускается, то необходимо проставить данный параметр. Вид зоны для формирования предоставления рейса определяет степень детализации точек маршрута в рейсе. В рамках примера мы установим «Регион». Также вид точки отправления определяет список заданий на перевозку груза, которые автоматически участвуют при планировании рейсов с данным видом перевозки. Для того, чтобы задание на перевозку автоматически попадало в рейсе, вид адреса, указанного для адреса получения или адреса отправления, должен соответствовать значению, выбранному в реквизите. Установим склад. Выбор перевозчика определяет виды или конкретного перевозчика для выполнения рейсов с данным видом перевозки. Например, это может быть способ перевозка собственными транспортными средствами, также указать определенного перевозчика. Также непосредственный выбор в рейсе уже может быть, обязательно оформление тендера, либо определить для каждого рейса индивидуально. Параметры выбора транспортных средств указывают на порядок назначения транспортных средств на рейсе, возможно, обязательное оформление заявок на транспортные средства и, опять же, непосредственный подбор в рейсе. Для каждого вида перевозки возможно указать пакет регламентных документов, которые необходимо получить, передать, либо вернуть в ходе исполнения перевозки. По необходимости также возможно указать, можно создать новый, либо выбрать уже имеющийся. Для каждого пакета регламентных документов необходимо дать название, например, это будет стандартный пакет. И необходимо добавить информацию в табличную часть. Мы указываем тип документа, например, это документ ТОР-12. Мы указываем, что грузоотправитель, мы от него должны получить 4 документа. Также этот документ ТОР-12 мы должны передать грузополучателю в количестве двух экземпляров. И можем указать, что для заказчика перевозки также необходимо передать два экземпляра. И возвратный пример документов производится после исполнения рейсов, отображается у нас в системе. Если мы указали пакет регламентных документов, также актуально будет проставить параметры, запрещено завершение рейса при наличии недопущенных документов. Также способ учета возвращаемых документов выбирается в соответствующем поле. Это может быть с точностью до экземпляров документов, тогда ведется учет в разрезе номера документа и даты документа. Либо с точностью до типов документов. Также в системе реализован контроль состояния транспортных средств для цели оптимального планирования и контроля их доступности. Поэтому в соответствующем поле необходимо указать состояние транспортного средства при исполнении рейса. Мы укажем в рейсе. Также возможно указать дополнительные параметры, например, такие, как требуется оформление путевого листа. Также возможно контролировать графики работы водителей при передаче рейса к выполнению. Можем пересчитывать плановое время посещения точек и указать доступный период отклонения от планового времени, например, 30 минут. В случае, если при планировании рейса также необходимо учитывать перерывы на обед сотрудников, также количество рабочих часов в сутки или в неделю, необходимо указать правила режима труда и отдыха сотрудников. Также можем выбрать имеющийся период правила работы труда и отдыха, либо создать новый. В случае, если в рейсе используется несколько водителей, также необходимо установить данный параметр. Установим длительность рабочего дня 8 часов. Также количество рабочих часов в неделю 40. Также перерывы для отдыха и питания мы установим, что этих перерывов 2 по 30 минут. И также укажем, с какого момента необходимо предоставить сотруднику водителю перерыв. Укажем 3 часа. Также существуют специальные перерывы во время рейса. Мы укажем, что они по 15 минут. Первый перерыв дается через 2 часа, все последующие через 1,5 часа работы по рейсу. В случае, если мы используем инкассацию в заявке на перевозку груза для данного вида перевозки, либо используется тара, то необходимо проставить правила связи типов груза. Для этого мы создаем правило, даем наименование и указываем типы груза. Например, это товарно-материальные ценности как основной тип груза и зависимый тип груза инкассация. Данное правило говорит системе о том, что в рамках одной заявки может быть создано несколько заданий и данные груза должны попасть обязательно в один рейс. На закладке «Настройка подбора перевозки» указываются параметры, определяющие вид перевозки, по умолчанию при загрузке заявок на перевозку из внешней информационной системы. После того, как мы занесли всю информацию по виду перевозок, мы ее сохраняем. Для правильного формирования задания на перевозку груза при использовании мультимодальных схем в соответствующих заявках на перевозку, в системе необходимо указать информацию о самих схемах мультимодальных перевозок. Для этого мы переходим в соответствующий раздел «Справочник системы схем мультимодальных перевозок» и по команде «Создать» мы создаем необходимую нам схему. Даем наименование, например, «Доставка в Рязань». В данном окне мы видим схему маршрута, где ее необходимо будет уже отредактировать пользователям так, как это необходимо. Мы добавляем точку маршрута, указываем, что зона отправления, допустим, Москва. По необходимости мы можем указать адрес отправления. Также мы указываем перевалочный пункт, например, это склад основной. И вторым плечом маршрута мы указываем зону получения Рязань. Также для данной схемы необходимо указать вид перевозки для каждого плеча маршрута. Например, для первого плеча это будет доставка на региональный хаб. И для второго плеча это уже будет развоз по регионам. Для того, чтобы правильно подобралась данная схема мультимодальной перевозки, также необходимо установить дополнительный отбор. Например, дополнительный отбор происходит для тех заявок, у которых вид перевозки, доставка в регионы. Так как каждая перевозка подразумевает перевозку какого-то определенного груза, то в системе необходимо ввести информацию о типе груза. Данная информация вводится в соответствующем справочнике типа грузов. В поле наименования мы даем наименование типа груза, например, короб. Вид груза может быть как груз, так и инкассируемая ценность, так и тара. На весогабаритных характеристиках мы указываем характеристики данного груза. Также на закладке «Прочие характеристики» мы можем указать температурный режим. Это может быть как созданный ранее в системе, либо создать новый температурный режим. И указать температуру от 10 до 20 градусов, например. Также мы можем указать класс опасности груза, проставить параметры груза, такие как «Хрупкий», «Беречь от лаги», «Беречь от излучения» или «Беречь от нагрева». На закладке типа «Кузова для погрузки и разгрузки» мы указываем тип кузова, и по необходимости мы также можем добавить комментарий. При выполнении операции с грузом возможны некоторые проблемы в точках погрузки или разгрузки. Для этого в системе также предусмотрен справочник «Проблемы в точке», где мы можем указать информацию о возможных проблемах. Для того, чтобы водителю или логисту не приходилось постоянно создавать проблему в точке и думать над дальнейшим действием, предусмотрен данный справочник, и мы по команде «Создать» создаем новый элемент данного справочника, «Доименование» и указываем, например, «Проблемы в точке» — «Клиент отказался от груза». Указываем, на каком типе операции возможна данная проблема. Если не указывать, то данная проблема может использоваться при отмене заданий из рейса целиком. Либо мы можем указать, что данная проблема происходит по разгрузке. Также это возможно по погрузке, передаче документов, получении документов, дополнительной операции, также передаче ценностей и выемке ценностей. Также для каждой проблемы необходимо указать действия. Это «Вернусь в планирование». Также можем не указывать никаких действий, отменить задание и отменить заявку. Говоря о топологии системы, необходимо отметить, что для удобства работы с планированием системы предусмотрены географические зоны. Для каждой географической зоны указывается ее наименование. Здесь мы в соответствующем справочнике видим список географических зон. Можем создать новую, например, «Санкт-Петербург». В зоне «Родители» мы указываем зону, стоящую выше по иерархии. Также указываем вид зоны, например, «Регион». Выбираем страну «Россия». Выбираем регион, который у нас уже есть в списке регионов. Также можем подобрать из классификатора регионов по соответствующей команде. После того, как мы занесли информацию о географической зоне, необходимо указать ее координаты. Координаты можно указать вручную на закладке «Полигон» по команде «Добавить». Также можно импортировать данные по географической зоне, либо экспортировать для того, чтобы использовать это где-то в другом, в другой системе. При использовании пиктограммой электронно-географическая карта, на которой изображен глобус, мы переходим на электронно-географическую карту, где мы можем указать область нашей географической зоны вручную. Для того, чтобы указать область вручную, необходимо воспользоваться соответствующей командой и на карте выделить данную зону. После того, как зона выделена, мы завершаем редактирование. Возвращаемся обратно в окно создания географической зоны и видим, что на закладке «Полигон» у нас уже отобразилась информация по координатам данной зоны. Для того, чтобы производить регламентный расчет расстояния между точками зоны, необходимо также проставить данный флаг напротив соответствующего параметра. Также для корректного планирования рейсов с учетом местоположения транспортного средства относительно данной зоны, необходимо также проставить соответствующий признак. После того, как мы занесли всю информацию о географической зоне, мы записываем и выходим из окна создания. Все адреса в системе имеют привязку к виду адреса, который дает определенный набор свойств, поэтому в соответствующем справочнике вида адресов мы создаем вид адреса. Для каждого вида адреса необходимо указать наименование, например, это будет сетевой магазин. Также мы указываем время прохождения данной точки в секундах, например, в сетевых магазинах мы разгружаемся 30 минут, то есть 180 секунд. Приоритетное построение массива расстояний используется при использовании функции автоматического расчета расстояний, и когда необходимо рассчитывать расстояние по данному виду адресов в первую очередь, мы проставляем данный признак. Для удобства отображения на электронной географической карте мы для каждого вида адреса можем указать определенный стиль маркера. Также при помощи мест интереса в рабочем месте планирования рейсов на электронной географической карте возможно вывести на карту места стандарта, не отображаемые на картах по умолчанию, например, автозаправочной станции стоянки. Для этого мы создаем место интереса, например, стоянка, также указываем стиль маркера и добавляем в соответствующее табличное поле адреса стоянок. Для того, чтобы внести информацию в систему о адресах, мы можем перейти в справочник «Список адресов» и создать необходимый нам адрес, например, «Москва», «Улица Докукина», «Дом 18». Указываем вид адреса. Это может быть как раз как магазин, сетевой магазин, склад. Также можем определить географическую зону по соответствующей команде. Автоматически система подобрала географическую зону «Москва». Также я кодировал данный адрес, указала координаты, долготы и широты. На закладке «Дополнительная информация» возможно указать регион, город и прочую информацию по кладру. Также возможно указывать дополнительный комментарий по данному адресу. Команда «Подтвержден», то есть признак предназначен для ответственного лица, который отвечает за данные адреса. Для расчета доходов и расходов предприятия от оказания услуг перевозки грузов для каждой статьи доходов и расходов могут быть указаны правила расчета финансовых показателей. Для этого предназначена тарификация. В первоначальной системе необходимо ввести статьи доходов и расходов. Указываем тип статьи. Это может быть как доход, так и расход. Например, для расхода мы указываем наименование зарплаты водителю. По необходимости мы указываем статью расхода, стоящую выше по иерархии. Также можем указать полное наименование, в данном случае мы отобразим такое же. Также необходимо указать правила распределения. Правила распределения можно выбрать уже созданные в системе, также можно создать новые, например, пропорционально параметру массы. Таким образом, даем правила распределения распределению по массе. Выбираем данное правило и указываем ставку НДС. После того, как мы занесли информацию о статьях доходов и расходов, также необходимо указать правила расчета тарифов. В соответствующем окне правила расчета мы указываем наименование, услуги по перевозке. Способ расчета может быть как формулой, которая задается пользователем, либо произвольным алгоритмом, который создается для системы отдельно. В случае способа расчета формулы необходимо использовать показатели. Показатели могут быть как созданные уже в системе, также можно создать их дополнительно вручную. Например, дадим показатель масса. Данный тип показателя установим расчетный, также может быть и фиксированный. указываем параметры расчета масса груза, также возможно указать фиксированный показатель расчета, установим тариф за перевозку и составляем формулу. Например, укажем простую формулу «массу умножаем на тариф за перевозку». Для того, чтобы установить значение фиксированных показателей, необходимо перейти в соответствующий справочник и укажем тариф за перевозку и укажем его значение, например, 120. орех. Базарика Woodside. 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 Баба погаспроводку. Поaty Фиксированный, intensity средства doppются оно доставайте стены. Оставайте с ними к лучшему для стены. Для того, чтобы установить правила расчета доходов и расходов, мы переходим в соответствующий справочник, указываем группу тарифов, это может быть как созданное ранее, так и создать новую группу тарифов. Указываем наименование услуги по перевозке и добавляем статью доходов, перевозка груза. Правила расчета выбираем, услуги по перевозке, которые мы создали ранее. Также для каждого документа возможно указать, что это доходы, либо расходы, тем самым мы указываем соответствующие статьи. Для упрощения работы пользователя в системе предусмотрены регламентные события, которые также необходимо создать в соответствующем справочнике типы событий. По команде «Создать» мы даем наименование, например, «Создать задание» на основании заявки на перевозку груза. Указываем тип исходного события, на основании которого происходит данное событие. Например, изменение статуса заявки на перевозку. И в табличной части отбора мы указываем статус заявки на перевозку к выполнению. Также необходимо указать настройки обработки. Время обработки устанавливаем сразу и указываем алгоритм обработки. Это может быть как оповестить пользователя, отправить смс-сообщение пользователю, передать задание к планированию, передать заявку к выполнению. Это может быть произвольный алгоритм. Также возможно рассчитать плановые доходы, согласовать заявку и создать задание на перевозку груза. В рамках данного типа событий мы выбираем «Создать задание на перевозку груза». «Создать задание на перевозку груза». Также в каждой заявке на перевозку груза возможно указать дополнительные операции. Дополнительные операции хранятся в соответствующем справочнике список дополнительных операций. Для каждой операции мы указываем наименование, например, подъемный этаж. Указываем время выполнения операции, например, это полчаса. И по необходимости также можем указать статью доходов или расходов. Также в системе предусмотрен учет документов. Данный учет документов также настраивается через раздел «Сервис» и «Настройки» в соответствующей группе. Пакеты рекламных документов мы уже заполняли в виде перевозки. Также есть шаблоны пакетов печатных форм. Шаблоны пакетов печатных форм предназначены для печати единого пакета документов после того, как у нас сформированы уже рейсы. Шаблоны пакетов печатных форм могут создаваться как на основании документа рейс, так и на основании задания на перевозку груза. В данном случае, если мы используем вид документа рейс, то пакет печатных форм смотрится по перевозчику, партнеру-перевозчику, который мы ему укажем. В случае, если вид документа задания на перевозку груза, то указывается «Получатель груза». Даем наименование «Стандартный пакет» для получателя. И в соответствующей табличной части мы указываем печатные формы, которые нам необходимы. Также по необходимости мы можем установить порядок печати, количество экземпляров. И в колонках «Количество вернуть» мы указываем то количество документов, которое необходимо будет вернуть для данного партнера. И также тип рекламентного документа. Например, как для документа ТОР-12 были созданы определенные настройки. Например, способ определения номера экземпляра возможен по номеру, номеру КИС в случае, если используется интеграция с другими системами, либо по формуле. Такие же варианты способа определения даты экземпляра. Внутренняя дата документа системы, либо дата документа корпоративной информационной системы, либо заданная по формуле. Что касается процесса управления собственным транспортом, также необходимо произвести определенные настройки. Для учета горюче-смазочных материалов первоначально необходимо создать виды горюче-смазочных материалов. В рамках примера был создан бензин. Также для каждого вида возможно указать статью расходов. На закладке «Горюче-смазочные материалы» мы можем указать наименование. Например, также указать единицу измерения. Единица измерения справочник непредопределенный. И возможно подобрать как из классификатора единицы измерения, так и с помощью ручного добавления. Для того, чтобы мы учитывали собственные транспортные средства, необходимо в системе завести также гараж. Указываем адрес гаража в случае, если адрес не заведен, можно сразу из данного окна создания гаража создать адрес. Для данного вида адреса мы создаем вид адреса гараж. Определяем географическую зону и указываем в соответствующем поле. По необходимости также для каждого гаража возможно указать график работы. График работы заполняется в соответствующем поле. Мы даем наименование графику работы. Также указываем период заполнения графика. Например, с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года. Указываем производственный календарь. И также уже шаблон заполнения данного календаря. Указываем по каким дням неделя работает гараж. И указываем время начала и окончания работы. Также возможно указать способы заполнения. Либо по неделям, либо по циклам. И указать количество дней. Также по признаку «Учитывать графики» возможно указать расписание праздничного дня. Например, график работы гаража в праздничные дни составляет с нуля. Часов по 18.00. После того, как мы ввели всю информацию, можем по соответствующей команде увидеть результат заполнения графика. Для каждого гаража мы можем указать настройки оповещения. Например, предупреждать о наступлении срока технического осмотра за определенное количество дней, либо за определенное количество километров. И указать количество сотрудников, которые привязаны к данному гаражу. Указываются водителя. Для того, чтобы в системе ввести учет ремонтов, необходимо в справочнике вида ремонтов создать ремонтные работы. Мы даем наименование. Например, технический осмотр. Указываем тип ремонта. Это может быть как замена агрегатов, монтаж оборудования, монтаж прицепов, плановый технический осмотр и ремонт. Указываем статью расходов. В случае необходимости также возможно создать статью расходов. Например, ремонт. Также указываем плановое время работ. Например, 20 часов. И можем указать работы по умолчанию. Данные работы будут подгружаться автоматически в документ ремонт. Для того, чтобы добавить работы, необходимо воспользоваться командой «Добавить» и указать работы по ремонту. В случае необходимости новой работы можно создать, указать номинование. По необходимости возможно указать модель транспортного средства, для которого предназначены данные работы по ремонту. И также плановое время выполнения данной работы. Например, 30 минут. После того, как мы зафиксируем информацию по работе, по ремонту, возможно указать цену работы. Для этого мы переходим в соответствующий раздел и указываем стоимость. Также возможно указать, сколько необходимо провести работ для данного ремонта. После того, как мы выбрали все работы по ремонту, система также предлагает пересчитать плановое время работ по данному виду ремонта с учетом времени, необходимого для выполнения работ. После того, как мы указали количество, система посчитала, что плановое время работы составляет 1 час. После того, как мы завели информацию о гаражах и ремонтах, необходимо указать места ремонта, то есть где будет производиться ремонт. Мы выбираем соответствующий гараж и указываем наименование места ремонта. Также для каждого места ремонта возможно указать тип транспортного средства. Для выполнения ремонта потребуются, возможно, определенные запчасти. Запчасти добавляются в соответствующем справочнике. Запчасти по команде «Добавить» мы указываем наименование. Например, лампочка. Также указываем едицию измерения. Также для каждой запчасти возможно указание определенной модели транспортного средства. на соответствующей вкладке «Цены запчастей» возможно указать цену и сохраняем информацию. Также в справочнике «Топливная карта» возможно создать топливную карту. указываем ее номер. Для каждой топливной карты возможно указать определенного партнера, указать срок действия и пин-код по данной карте. Также возможно указать, какой вид топлива используется по данной топливной карте. В группе «Настроек нормы расхода» в справочнике «Нормы расхода гречесмазочных материалов» по команде «Создать» возможно создать норму расхода. Даем наименование «Стандартное». Также указываем тип нормы расхода на каждые 100 км, либо на каждый час работы. Указываем расход топлива, например, 17. Также указываем изменение расхода на каждые 100 км. Указываем расход на отопитель в случае использования отопителя. Также по необходимости возможно отобразить шкалу температурных коэффициентов, либо ее выбрать, либо создать новую, указать наименование для этого необходимо. По необходимости можно использовать формулу расчеты, созданную пользователем вручную. Также для учета режима «Труда и отдыха водителя» необходимо создать карты тахографа. Карты тахографа создаются либо автоматически при загрузке данных тахографа, либо возможно создать пользователя вручную. Для этого мы указываем сотрудника, имя и фамилию сотрудника, также орган, выдавший карту, информацию по временным показателям, дату выпуска карты, дата начала действия карты и дата окончания действия карты. Список мобильных устройств, при помощи которых можно подключаться к информационной базе через мобильного клиента и трекеров, данные из которых регистрируются в информационной базе, хранятся в справочнике мобильные устройства и трекеры. По команде «Создать» возможно создание элемента справочника. Указываем для этого наименование. Также необходимо выбрать модель мобильного устройства, либо трекера. В случае, если в системе не заведена данная информация, по команде «Создать» мы создаем. Указываем также тип устройства, либо это трекер, либо это Android-клиент. Также по необходимости мы можем установить признак «Передает текущую скорость». По команде «Добавить» мы указываем номера датчиков. Также необходимо добавить сам датчик. Указать назначение. Назначение датчиков также. Необходимо указать назначение датчика. Выбираем значение скорости. По необходимости также мы можем выбрать вид горюче-смазочного материала, если это в данном датчике необходимо. Также по необходимости можем установить калибровочный график, который также создается в системе вручную, где указывается входная информация и выходная, уже понятная для нашей системы. По необходимости можем указать номер Steam-карты, если мы используем мобильное устройство, и также сервер сбора данных. Перечень серверов, которые используются для сбора данных с трекеров, установленных на транспортные средства, также указаны в справочнике сервера сбора данных. Во время исполнения рейсов система получает данные от трекеров и мобильных устройств, и в соответствующем рабочем месте спутниковый мониторинг возможно отображение событий мониторинга. Но для этого в разделе сервера и настройки необходимо создать типы событий. Типы событий есть предопределенные в системе, также возможно создать события вручную. Например, изменение маршрута по рейсу. Указываем частоту оповещения, ставим признак «Активно», также вид события. Вид событий может быть как въезд в зону, выезд из зоны, также остановка значения датчика, изменение значения датчика, также отклонение от маршрута, либо задержка в точке маршрута. Возможно указать стиль отображения и указываем расстояние в метрах погрешность, допустимую для системы, например, 100 метров. Для каждого типа событий мониторинга возможно добавить определенное транспортное средство. Во время исполнения рейса также возможны проблемы в пути, поэтому необходимо заполнить справочник «Проблем в пути», где указываются наименование и вид происшествия, например, столкновение. Виды происшествия также предопределены в систему, это может быть поломка транспортного средства, столкновение, опрокидывание, наезд, также ожидание дозагрузки, либо прочее вид происшествия. После того, как всю информацию указали в соответствующем разделе «Сервис и настройка» возможно использование системы. Спасибо за внимание!